Вы думали вас больше ничем не удивить, но безумие в России набирает обороты и вы сейчас все офигеете. Стрельба в детей холостыми патронами. Как вам такой аттракцион? Хотели бы, чтобы ваше чадо поучаствовало в подобном празднике жизни, где вместо детского смеха и впечатлений на всю жизнь страх крики слова мамы «Не бойся». А почему «Не бойся»? Разве маленькие дети не должны бояться, когда взрослые неизвестные дяди в масках и военной форме направляют в их стороны оружие, нажимают на курок и стреляют, пусть даже холостыми патронами? На видео четко видно, что стоит большая толпа людей, среди которых находится много детей, заезжают вооруженные люди и ведут беспорядочную стрельбу. Да тут взрослый заикаться начнет, а для ребенка это 100%. Психологическая травма на всю жизнь. Я бы очень удивился, если в толпе среди детей стоял внук Лаврова или сыночек или внучка какого-нибудь руководителя силового ведомства. Такое даже представить себе нельзя. Их детей охраняют такого беспредела никто не позволит. Это бесчеловечное отношение к людям проходит за наши с вами бюджетные деньги, под видом патриотических мероприятий, которые нацелены на воспитание молодежи. Мы какую с вами молодежь-то воспитаем? И в конце эти бойцы, когда они уже сложили оружие, растянули флаг вежливые люди. То есть, по сути, это мероприятие должно было в каких-то пиаровских целях, что ли, проходить? Просто получилось абсолютно противоположные результаты. Не думайте, что это какой-то исключительный случай. Помните, 29 сентября устроили теракт в одной из школ. Учебный теракт. Учащихся, правда, забыли предупредить, что будут отрабатываться такие действия. В результате перепуганные дети писали из закрытых кабинетов, что у них творится в школе, что они не могут выйти и что им страшно. Или в середине октября в первой школе Геленджика устроили учение без предупреждения. Ворвались вооруженные люди, которые начали стрелять в потолок. Они позже сказали, что это имитация захвата заложников. Хорошо дети с высоких этажей не попрыгали вниз, не поразбивались.